Адам и Ева наши. Ева, малыш, тоже. У нас мышеловок много. Вот они наши мышеловочки. Черныш, ай, собака. Ну иди, подойди к котикам-то, не? Бусики. Это Буся, это Рыжик. Рыжик? Рыжий. А это Черныш у нас. Добрый день. Уважаемые друзья, добрый день. Вас приветствую на своем канале Доброй Фермера Ведя Саши. Друзья, в сегодняшний день я бы хотел в первую очередь поздравить каждого из вас с праздником Пасхи. Знаете, в двух словах, Пасха для меня это не куличи и яйца. Пасха для меня это есть сегодня Христос. Благодаря тому, что Христос однажды пришел в мою жизнь, моя жизнь, она изменилась сегодня. Но я не буду дальше проповедовать, так как мы сегодня находимся на канале Доброго Фермера Ведя Саши. И сегодня я хочу рассказать о наших птичках. Наши птички сегодня 39-й день. Друзья, очень многие вопросы были направлены на то, куда делись наши тысячи птиц. Знаете, тысячи птиц, в принципе, практически все мы пристроили как цыплят табака. То есть, соответственно, 3500 минус это и плюс еще продавались птички так туда-сюда. В общем, нас сегодня поменьше. Как вы заметили, нижние ряды, они сегодня уже у нас заселены. Вот, часто задавая мои вопросы, таблица. Друзья, пожалуйста, если вам нужна таблица, вы найдете на канале мой номер. Сзади заходите в... Есть такое там, я не помню, как этот пункт, уже забыл. Смотрите, вылетел из головы. Вот, но я напишу его, как он там это... Там будет мой номер телефона. Находите его в WhatsApp, напишите, скиньте таблицу, я вам скину. Но эта таблица есть в Google, я ее скачиваю с Google, у меня WhatsApp горит, у меня Viber горит просто, скиньте таблицу. Но я все равно буду скинуть по мере возможности. Хочу попросить прощения тех людей, которым я, может быть, где-то не ответил, не увидел. Вы можете продублировать свои сообщения, потому что их почему-то становится все больше и больше. Вот, хочу объяснить по поводу, спрашивать по поводу кормления. До 14 дня мы кормим предстартом. Предстарт мы покупаем, это Макрянский комбикормовый завод. Это не реклама их, это то, что делаю я, я делюсь опытом. Вот, второе, с 14 по 28 день мы кормим стартом. Старт мы делаем сами, уже Гровер, он идет, мы гранулируем этот корм. Почему мы гранулируем его? Знаете, очень многие люди задают, так а зачем гранулировать, лишняя трата, можно же мешанку давать. Знаете, друзья, все птицефабрики мировые, они почему-то гранулируют. Неужели вы думаете, им некуда девать эти деньги, или они так просто ради забавы? Грануляция, на мой взгляд, я знаю некоторые преимущества гранулирования корма. Это, в первую очередь, что меньше расход. Точно так же зерно, оно происходит термическую обработку. То есть, всякие жучки, мучки, оно все погибает. То есть, вот, птицы больше усваиваемость. И я заметил, когда мешанкой кормишь, у них все, вот тут вот это рассыпано. То есть, от того, что они не доедают гранулу, они могут хватать целую и глотать ее. И там она уже в процессе пищеварения не растворяется. Вот, и то, что касается грануляции. Мы приобрели бэушный, наконец-таки, гранулятор. Вот, производительность его до полутонны в час. Поэтому, слава богу, за этот час мы его доработаем и, наконец-то, мы его включим. Вот он, друзья, наш гранулятор, который мы приобрели. Если вы обратите внимание, он очень большой. То есть, если вот моя нога. То есть, мотор на 18,5 киловатт, я его разобрал. Вот он, вот такой вот, он ременной. Вот, я разобрал, почему? Для того, чтобы он два года не работал. Чтобы посмотреть, вот его матрица. Вот, матрица 8,5 килограмм весит. Вот, я отправил другую матрицу на доработку, чтобы нам две новые выточили, сделали. Вот, ну, как образец. Вот, в принципе, все. Единственное, вот, бункерная емкость, она. Я понимаю, что она, наверное, литров на 35, на 40 рассчитана. Вот они сами ролики. Чем хорошо ролики здесь, они закрытые. То есть, соответственно, туда ничего не будет попадать. Два года простояли и все очень, в общем, если вы обратите внимание, я кручу и они еще и крутятся. Вот, поэтому верю, что все будет хорошо. Также у нас есть вибростол, нам дали. Вот, мы его доработаем. Вот там мотор. То есть, чтобы отсеивать. То есть, качество корма будет еще лучше. Спрашивают, как мы бэгами переносимся, пользуемся. Нам повезло. У нас есть кран-балка. Она работает, друзья. И тем самым мы бэг-бэги наши можем переносить. Вот. Вот это вот потребление корма нашего на следующие до завтра, до утра. То есть, его много, да. Вот. Ну, поэтому, друзья, сегодня у нас мы ребятам выходной сделали, кто делает корма. Вот. Поэтому, вот он гранулятор. Там больше таких нету, поэтому я не скажу вам, кто, где, откуда еще такой заказать. Вот. Нашу прибыль. Поэтому, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если вы хотите заниматься бройлером, и вы думаете, а, тушка будет 4 килограмма, то можно вырастить и 5-килограммовую, и 6-килограммовую. Но она съест больше того, чем вы продадите. Поэтому, обратите на это внимание. Друзья, сейчас мы взвесим нашу птичку. Посмотрим, каком у нас состоянии сегодня на 39-й день. Так, уважаемые друзья, поехали взвешиваем. Вот. На сегодня у нас 39-й день. 2,273. Саня, ты готов? Да, я всегда готов. Добрый день. Курочки наши готовы? Готовы. Поехали. Берем девочку. Первая девочка у нас. Первая проходная. 2,310. Ну, 22. А сколько у нас там по таблице? По таблице 2,270. Нормально. Так. Что-то наши весы надо подкрутить пока. Она подкрутит. Мы подкрутимся пока, блестник, когда-то она болтается. Я пока по таблице немножечко расскажу. Друзья, смотрите. Тридцать девятый день. 2,273 грамма. Вот. На сегодняшнее суточное потребление корма 184 грамма. Вот. Общее число корма, которое она съела за сегодня, 3,760. Вот. Давай, с вами поехали дальше. Мальчик. Мальчик. Пацан. Ну, пацаны, они всегда переживают. 2,440. Ну, 2,440. В общем, будем. Вот. Поехали дальше. По воде у нас. Суточное потребление воды. 313 грамм. Вот. На сегодняшний день они выпили уже 6 литров. 3,9,3. То есть, 6 литров 400 грамм. Девочка. Девица. Девица дефилирует красиво. Вот сейчас дефилирует. 3,880 грамм. 2,390 грамм. Как тебя за... Соф. Соф, очень подиум не сломала. Так. Сами-то все поставили. Дальше поехали. Поставили? Да. Соф, очень подиум не сломала. Нет, нет, нет. Пацаняра. Давай лапами на место. Он лапами криво ставил. КП. СТАРТОР. Вот так вот. 2,100. И перспектива будет у него еще. Красиво. Так. И девица. И девица. Тяжеленькая такая девочка. Девочка хорошая. 2,450. Что-то сегодня у нас девицы преобладают. Девицы преобладают, да. Санка их рассадит. Ленечка, скажешь пару слов? Христос воскрес. Христос воскрес. Молодец. Вот у нас уборка с утра уже. Ленечка здесь прибрался. Вот сейчас будет чистить проточки. Слава Богу, все хорошо. Вот, друзья, вы увидели, какая у нас сегодня птичка. Слава Богу, она живая. Спрашивают, процент падежа. Ну, в районе 2,5% у нас падеж сегодня на 40-й день. Я считаю, что, на 39-й день. Я считаю, что процент 2,5% это шикарно. Я думаю, из всей партии, из всех тех партий предыдущих, каких они были, и тем более, если взять в учет, что она у нас была самая большая, это самый минимальный на сегодняшний день процент. Но мы еще не довели ее до конца, чтобы говорить уже полностью о всех результатах. Вот, у нас был маленький стресс. На четвертые сутки у нас перегорела проводка, и у нас большая половина птицы находилась без отопления. Была температура доходила до 18 градусов. У нас была, конечно, паника. Вот, и это часа 3-4 проходило. Брат, легкая паника. Легкая паника. Но это, может быть, это... У меня была паника нормальная. Я паниковал очень серьезно. Вот, потому что... Ну, потому что потому. Поэтому, друзья, еще раз с светлым праздником Христовым. Пасха, напоминаю, что она у нас каждый день. Каждый день он умирает в нашей жизни. Каждый день он воскрешается. Поэтому помните это, друзья. Вот, хорошего вам настроения. Спасибо, что подписываетесь на канал. Оставите лайки. Пишите комментарии добрые. В основном добрые. Спасибо вам, друзья. Знаете, хочется, чтобы мир стал намного добрее. И давайте каждый из нас... Мы не будем ждать, что кто-то будет приносить эту доброту. А начинать делать добро сегодня своим близким, своей семье, своим соседям. Если вы едете сегодня на автомобиле и видите, кто-то куда-то идет, и вы понимаете, что ближайший населенный пункт не скоро, остановитесь, подвезите. Да, есть шанс что-то зацепить. Но знаете, друзья, к доброму добро само притягивается, к злому зло притягивается. Поэтому выбирайте, что вы хотите в свою жизнь притягивать. Друзья, хорошего настроения, всего доброго, до свидания. Вот она наша птичка. 39-й день, друзья. Процессы идут. Кушают. Нижняя вода уже засажена, если вы обратили внимание тоже. Птичка живет, птичка живет, птичка живет, птичка живет, привет, нишня, привет. Вот мы делаем водичку. В общем, вот так вот и живем. Вот лампочки наши пока подлетаются. Частота, слава богу, полдесятора. Таких ласка, но птички этого не поймут. Вот вентилятор один молчит, другой молотит.